Днём погорельцев здесь не найти. Кто на работе, кто по делам. Забот сейчас много. Ночевать приходят от 10 до 14 человек. А ещё в детсаду организовано питание. Ужинать накануне пришли 15 погорельцев, а завтракало всего четверо. На завтрак вот была каша молочная, кукурузная, хлеб с маслом. На обед будет суп куриный с домашней лапшой, картофельное пюре с рыбой. Пункт гуманитарной помощи в Стрелковском ДК завален одеждой. Необходимость в ней отпала ещё на прошлой неделе. Погорельцы уже не берут. В ближайшую пятницу пункт закрывается. Но можно отправлять бытовую технику – холодильники, печи, телевизоры. Нужен и хозинвентарь. Вёдра, чайники, инструменты, лопаты, виллы, грабли. Если будет возможность такая, то мы готовы принимать. На месте трагедии сейчас работает тяжёлая техника. С её помощью убирают остатки сгоревших домов и ровняют участки. Рядом супруги Зинур и Людмила уже вспахали огород и садят картофель. Пожар полностью уничтожил дом, но чудом не тронул парник. Огуречная рассада смогла пережить стихию. Эта семья решила переехать в Лисосибирск. Здесь же хотят сделать дачу. Надеемся, квартиру дадут. А избушечку здесь, времяночку, хотим поставить. Разрешили пользоваться землей. Будем пользоваться. От земли неохота отходить. В списке погорельцев, который неоднократно уточнялся, сегодня числится 230 человек. В Лисосибирск планируют перебраться 15 семей. Семь решились уехать под Красноярск. И четыре десятка семей остаются в стрелке. Для них будут возводить две новые улицы через дорогу от сгоревшего квартала. В муниципалитете, говорят, земля подходит для жилого строительства. Считают, что там много древесных захоронений и так далее. Но пробы, которые сделали и пробурили, в общем-то, они это не подтвердили. Здесь были геологи, которые пробурили 17 скважин. Строительство домов в поселке начнется совсем скоро. По поручению губернатора Виктора Толоконского, новое жилье погорельцы должны получить в сентябре. Александр Сафонов, Сергей Бурмакин. Новости. Продолжение следует...